Евгений, вы честь и совесть России. Мне 16, провинция. Родители совки, после февраля все называют меня фашистом. Друзей не осталось. Как мне отстоять себя и пережить этому этот морок? Спасибо за труды и честь. Ну, я не знаю, вести дневник, как Анна Франк, сложно отстаивать, потому что 16 лет. Но видите как, представьте ситуацию, значит, родители называют 16-летнего ребенка, а это ребенок, имя же рожденного, я так понимаю, воспитанного и так далее, фашистом. Мне представляется, что это уже очень странно и настолько, как бы, ну, я бы сказал, так сказать, фашистски агрессивно, что это вызывает большие вопросы. Я не знаком с ситуацией, вот то, что ты сейчас зачитал. Но у меня такое впечатление интуитивное, что здесь речь идет о так называемом шизофашизме. То есть, когда фашисты ищие товарищи называют других фашистами. И, конечно, это итог невежества, глупости, неудавшейся жизни, лузерства. И, конечно, в зомбоящик на пустое место очень легко ложится пропаганда. Когда вы насыщены информацией научной, литературной, художественной, о мире знаете много, на этом месте что-то плохое и зомбопропаганда, она очень сложно ложится или почти не ложится. Но, видите, поскольку я не знаю, я могу предполагать только ситуацию в этой семье, но этому донатору, этому поклоннику я могу посоветовать только совершенно научный метод. Научный, который является, так сказать, продолжением информации, которая есть в монографиях, в учебниках и, в общем-то, по итогам процесса в Нюрнберге. Ну, есть определенные критерии, свойства фашизма. И вот вы в рамках дома, семьи, улицы, школы можете провести такой научный опыт и понять, кто с какой стороны, в общем-то, должен называться фашистом. Значит, что такое фашизм и те его, кто адепты фашиста? Ну, например, это приверженность к авторитарной власти, это согласие или поддержка культа личности главы государства, это крайний милитаризм, это желание страстное, желание разного рода воин и, так сказать, компаний, компаний через А. И это, безусловно, цензура, это неприятие чужой точки зрения и неприятие свободы вообще выражения мнений и так далее, и так далее. То есть, вот подавление свободы, крайняя агрессивность внутри и вовне страны и обожание, обожание какого-нибудь, так сказать, монструозного главы, монструозного персонажа. Вот примерно такой набор свойств, которые легко, так сказать, проверить, момент фашистский, да. И проверьте, может быть, вот как раз кто спрашивает, действительно фашист, может, ему всего-то нравится, это цензура, отсутствие свободы слова, милитаризация и прочее. А, значит, а может быть, как раз наоборот, мы же не знаем, это только надо проверить. Но можно обратиться к материалам процесса вот по итогам Второй мировой войны, и там же есть выступления преступников нацистских, да, которые, правда, сваливали все на одного уже покойного диктатора, и они говорили о том, как вот пропаганда действовала и так далее. То есть мы можем ориентироваться в терминологии на научный опыт, исторический опыт. Вот, собственно, вот такой примерно здесь ответ, да. Он из какого города не написал, хотя это не так важно, но из какого города? Нет, не уточнил, просто проявится. Ну, вот, собственно, вообще это из любой страны, по всему, так сказать, земному шару, эллипсу, там чему. Вот так вот, да, да, так дальше. Ну, да, так самое здесь, я думаю, важное вот, что все равно это ребенок, ему надо психологически держаться в этой ситуации, если у него нет друзей. Ну, как вот у тебя, как у тебя нет друзей? У тебя есть, друзья, все великие люди мировой истории, кто любили свободу, жизнь. Это и Данте, и Петрарко, это античные авторы, это Пушкин, который все время мечтал о вольности, о воле. Это Лермонтов, который всегда был одинокий. Ну, как, если он одинокий, но его же любят миллионы приличных людей, да. Это, в конце концов, я. Ну, как вот я, если ты, конечно, не фашист, я твой друг, понимаешь? Вот, и поэтому я считаю, что даже оскорбительно звучит, что ты так вот одинокий, что у тебя нет друзей, у тебя просто, ну, полк, я не знаю, дивизия друзей. Посчитай, сколько, огромное количество. А режиссеры замечательного мирового кино от великих, как Висконти и Пазолини до, ну, тоже замечательного, прекрасного, например, чем хуже наш Эльдар Язанов. Посмотри фильмы их всех. Это же твои друзья ежедневные. Пожалуйста, дальше. Я напомню, что есть у канала Здравого Смысла, у Евгения, телеграм-канал. Также здесь на ютубе есть ссылка в описании. Да, да, есть. Цензуры по сравнению с другими СМИ, поэтому обязательно обратите внимание, подписывайтесь туда. У меня вообще нигде нет цензуры. И в телеграм-канале, вот это мой телеграм-канал, да, значит, у меня нет нигде цензуры, вот, и это у меня не СМИ, СМИ, это сегодня средство массовой дезинформации. Здесь просто какие-то сообщаю, ну, вещи, которые помогают жить информационно, чувственно, эстетически и так далее. Ну, вот, ну, какой интересный, самому подписаться.